Из того, что предложил изменить в действующем выборном законодательстве, Мирлан Джейнчуроев, многое уже неоднократно обсуждалось и в предыдущем созыве Джогуркукинеша. Например, необходимость увеличения избирательного порога с 7% до 10%. В прошлом году, напомним, эта инициатива принадлежала арномысовцам, но тогда ее отклонили, поскольку была предложена в аккурат перед парламентскими выборами и было решено не менять правила. Теперь же споров, похоже, не возникнет. Главная причина увеличения порога не изменилась. В парламент должны избраться крупные партии, которые получили действительно поддержку большего количества граждан. Есть среди предложенных поправок и абсолютно новые. Например, освободить работников, нанятых партиями во время выборов, от социальных отчислений. Это мировая практика. Такая практика есть в странах Европы, когда в момент выборной кампании люди по найму освобождаются от налогов и социальных отчислений. Мы предлагаем, чтобы увидеть реальные масштабы тех людей, которые участвуют в выборном процессе, в виде найма людей, осуществлять свои деятельности в виде найма. Предлагает инициатор также ввести наказание в виде увольнения членов Центра избиркома, которые во время выборов игнорировали жалобы и обращения о нарушениях. Другой нормой Дженчо Роев призвал уполномочить ЦИК не регистрировать кандидатов, являющихся членами ОПГ. Разумеется, если будет такое решение суда. Сейчас, напомним, такого права у Центра избиркома нет. Есть лишь то, которое может позволить не регистрировать засудимость. Предложил Дженчо Роев ужесточить наказание также за подкуп избирателей и применение административного ресурса. То есть предусмотреть денежный штраф от 20 тысяч сомов до 3 миллионов или даже лишить свободы на 3 года. Еще одна поправка уже касается сроков и качества избирательных списков. С ними на каждых выборах постоянно возникают проблемы, поэтому, как считает автор инициативы, необходимо установить срок формирования утверждения списков не позднее 30 дней до дня голосования. Мы этот срок увеличиваем, чтобы избиратель знал заранее за месяц, где он сможет пойти и осуществить свое конституционное право на избирательное собственное конституционное право за 30 дней. То есть за 30 дней соответствующие государственные органы, включая и Центральную избирательную комиссию, местные органы власти должны уже вывесить и поставить точный список избирателей. Сейчас, как вы знаете, списки избирателей формируют Государственные регистрационные службы ГРС. Также есть списки Центральной избирательной комиссии. Есть такое предложение, чтобы вы внесли какие-то изменения в том плане, чтобы создать единую базу избирателей, потому что единую избирательную базу для всех избирателей, чтобы она именно была в Центральной избирательной комиссии. Изменения необходимы, по мнению Джейнчо Роева, впрочем, не только по спискам избирателей, но и партийным спискам. Автор предлагает законодательно закрепить право руководства партии, единожды вносить изменения, а также право отзыва уже избранных депутатов. В этом вопросе, как отметил лидер фракции, действительно уже наступила пора поставить точку. Уважаемые коллеги, я хотел бы также выразить свое мнение по вносимым поправкам. Я считаю, что списки избирателей должны быть готовы за 30 дней до голосования. Это абсолютно верное предложение. Избиратели должны знать, где они зарегистрированы, в каком участке будут голосовать. Должен быть порядок. А то у нас получается, что все делается под крайние сроки, и в итоге возникает массовая неразбериха. Мы должны поставить точку. 30 дней и все. Больше никаких изменений. И тогда будет порядок. Более того, такие документы, как форма 2 или форма 3, вообще должны быть упразднены. А все требования выборного процесса для всех должны быть понятны и одинаковы. По избирательному порогу я также поддерживаю. Что касается права менять списки кандидатов от партии, то здесь также должны быть едины для всех правила. Мы должны решить. Либо мы всем запрещаем, либо разрешаем. Надо в этом вопросе также поставить точку. Только тогда будет порядок. В итоге, с учетом замечаний и дополнений, фракция решила поддержать концепцию предлагаемых поправок. Их инициатору поручено также обсудить законопроект с представителями других фракций. Манас Ачгидов, Бакут Кушалеев, НТС.